Сейчас сотрудники лаборатории исследуют накладку на лицо с вырезами для глаз. В ней было совершено разбойное нападение в одном из районов республики. Кусочками скотча, смазки собирают частицы эпителия. С каких-то объектов делаются вырезки, например, пятно крови, явно видно. Мы берем вырезку, потом уже устанавливаем, кровь это или нет. Частицы собирают в маленькие контейнеры, уже из содержимого выделят ДНК, вручную или на специальных аппаратах. После этого код будут искать в специальной базе. Да, есть федеральная база геномной идентификации. В данной базе мы смотрим, стоит ли такой человек на учете, например. Если нет, то мы сами вот туда вносим. Сейчас лаборатория выполняет экспертизы для МВД и Следственного комитета по тяжким и особо тяжким делам. В качестве объектов исследования выступает кровь, зубы, костный материал. Также это могут быть волосы и другие биологические объекты. То есть это как микроскопического характера, так и объемные. На сегодняшний день данная лаборатория является единственной в Карелии по своему профилю и материально-техническому оснащению. Сегодня лабораторию осмотрел министр Владимир Колокольцев. Идентификация личности методом ДНК-анализа успешно используется в Великобритании, США, Канаде и ряде других стран. Россия тоже приняла подобный закон. Сейчас лаборатории ДНК-анализа работают по всей стране. Повысится раскрываемость, будут более точные исследования. Конечно, это все пойдет на пользу повышению безопасности граждан и укреплению правопорядка в республике. Что касается оперативной обстановки в Карелии, министр Колокольцев охарактеризовал ее как стабильную. Он заявил, что необходимо повышать раскрываемость преступлений и уделить внимание их профилактике. Юлия Кучеренко, Влад Будников, Сампо ТВ, 360.